Добрый вечер! Вы смотрите программу Город ТЭС. Меня зовут Евгений Долгих. В ближайшие 30 минут будем говорить о состоянии дел в отрасли малого и среднего бизнеса. На мои и ваши уважаемые телезрители вопросы готов ответить Алексей Коробков, заместитель руководителя Департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства администрации Самары. Здравствуйте, Алексей Александрович! Добрый вечер! Напоминаю, телефон нашей студии 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Делитесь проблемами или наоборот успехами. Пока же свои вопросы буду задавать я. Алексей Александрович, давайте поговорим о грядущем масштабном событии, которое, я уверен, ждет сейчас большая часть бизнеса общества Самары и вообще области. С 20 по 22 февраля в Самаре уже будет проходить традиционный седьмой международный инвестиционный форум «Самарская платформа развития бизнеса». Вот поподробнее об этом. Сначала кого ждем в гости и, собственно говоря, что будем обсуждать. Понятно, что развитие бизнеса, но в каком аспекте? Да, действительно, уже совсем скоро. В четверг начнется наш форум традиционный. Как вы правильно заметили, уже в седьмой раз он стартует. Каждый год, скажем так, обороты этого форума растут. Мы принимаем все больше и больше гостей. Мы каждый год открываем какие-то новые форматы. Ну вот, если отвечать, что будем обсуждать конкретно в этом году. Вообще форум называется «Самарская платформа развития бизнеса». Это такое заглавное название. Но каждый год есть какая-то сквозная тема, которую мы обсуждаем. Вот в этом году такой сквозной темой будет форсированное развитие. Ну, форсированное развитие в самом широком понимании, то есть форсированное развитие экономики, форсированное развитие предпринимательства на территории, наверное, не только города, но и региона. Форсированное развитие нашего производства. В гости мы ждем, ну, во-первых, предпринимательское сообщество нашего города, нашего региона. Это и малый и средний бизнес, абсолютно, скажем так, любой ориентации с точки зрения видов деятельности, то есть это и производственники, это и сервисные компании, также это крупный бизнес наши заводы, которые будут представлять образцы своей продукции. Ну, кроме того, у нас достаточно широкая география гостей, мы ждем их из свыше 30 регионов России и плюс от зарубежных гостей порядка 11, по-моему, делегаций, включая дальние зарубежные, такие страны, как Германия, Швейцария, Австрия. Это какие-то наши связи уже давние, либо это новички? Ну, безусловно, поскольку форум мы проводим не первый раз, у нас есть уже наработанные связи, наши партнеры, с кем мы сотрудничаем не только в рамках форума, но и в течение года по разным направлениям, но есть также и контакты, которые установлены совсем недавно, и вот как раз этот форум будет такой отправной точкой в установлении этих контактов. Скажите, пожалуйста, как проходил отбор участников и можно ли еще успеть поучаствовать в форуме? Ну, во-первых, начнем с того, что форум, собственно, делается для предпринимательского сообщества нашего города с целью его развития, и поэтому участие абсолютно для всех бесплатное. Причем бесплатное участие не только с точки зрения бесплатный вход, прийти, посмотреть на все это, но и активным образом поучаствовать. То есть, например, получить выставочную площадь какую-то, например, выступить с докладом в какой-то тематической секции, получить возможность встретиться с бизнес-партнерами, ну и так далее. На сегодняшний день официальная регистрация, можно сказать, уже, скажем, ну, закрыта, но тем не менее это не значит, что мы все ставим точку и никого не ждем. Конечно, мы приглашаем всех, все-таки агитирую всех, зайти на наш сайт b2bsamara.ru, ну, то есть b2bsamara.ru, все слитно. На этом сайте вы найдете абсолютно подробную информацию о форуме, его программу, его регламент, информацию об участниках, о гостях, об организаторах, и также сможете оставить свою заявку. Можно принять участие в деловой программе, там ожидается множество деловых секций по самым разным тематикам, но еще раз предлагаю всем ознакомиться с программой, но могу сказать, что там будут круглые столы по теме бизнеса, по теме инноваций, по теме туризма, по теме общественных организаций, по теме жилищно-коммунального хозяйства, по теме экологии. В общем, ну, наверное, большинство интересующих предпринимателей и просто граждан, тем мы постарались вот осветить в рамках форума. Скажите, пожалуйста, два дня – это оптимальный срок, чтобы все познакомились, друг друга услышали? Ну, во-первых, форум будет идти три дня, но на площадке Экспо Волги, да, действительно два дня. Это, да, наиболее оптимальный формат, в течение которого люди, с одной стороны, успевают найти какие-то, да, деловые связи, познакомиться с самой программой форум подробно, да, посетить разные мероприятия. Но, с другой стороны, это не сильно утомляет такой формат, то есть, если большее количество дней проводить. Ну, и, в общем-то, это уже устоявшаяся формула, которая вот из года в год у нас повторяется. Скажите, пожалуйста, вот в седьмой раз форум проводится, вот от года к году, как он рос? Как увеличилось количество участников? Вот мы сегодня, я так понял, подошли к количеству, там уже несколько тысяч. Да. Из чего это все создавалось? Ну, когда-то все начиналось буквально с одной, там, двух сотен человек, пришедших на этот форум. Было это уже, ну, соответственно, семь лет назад, достаточно давно. Программа, форума была, ну, гораздо беднее, чем она сейчас. Вот скажу так, что в этом году мы ожидаем до четырех тысяч гостей на форуме. То есть, за эти семь лет, ну, более чем там на порядок рост произошел. Качественный рост также произошел. Сейчас наш форум представляет из себя, ну, если укрупненно говорить, три тематические зоны. Это зона деловой программы, это зона выставок и это зона B2B-контактов. То есть, где происходит, во-первых, деловые переговоры, как предпринимателей друг с другом, так и предпринимателей с представителями муниципальной власти. Есть возможность встретиться с руководителями профильных департаментов администрации городского округа. Также это зона подписания соглашений, то есть, какие-то соглашения о взаимодействии, о сотрудничестве. Вот могу сказать, что на этом форуме мы, например, подпишем соглашение о сотрудничестве. Мы, под словом «мы», я подразумеваю, администрацию городского округа Самара с Куйбышской железной дорогой. Ну, скажем так, постфактум уже содержание этого соглашения, наверное, будет правильнее озвучить на форуме и потом какими-то пресс-релизами. Но пока принципиально говорю, какие будут соглашения. И, на самом деле, вот эта зона B2B, она, собственно, одна из ключевых, потому что для чего такие форумы проводятся? Для того, чтобы бизнес получил площадку для демонстрации своего потенциала, для нахождения каких-то новых контактов, которые впоследствии выльются в коммерчески успешные проекты. — Вот на примере, опять-таки, прошлых лета таких много примеров, когда друг друга нашли, скажем так, инноваторы и государство, которое в лице этих людей получило каких-то, ну, я не знаю, ну, не ученых, но обладателей перспективных идей, которые впоследствии реализовались. Множество? Есть такие примеры? — Ну, я не хочу сужать до того, что вот инноваторы и государство. То есть задача тут вести инноваторов, да, в том числе с частными какими-то инвесторами, бизнес-ангелами и так далее. Если говорить про государство, да, безусловно. Ну, во-первых, есть такой проект, который мы совместно с Городской думой реализуем уже три года, городской конкурс бизнес-идей, где участие может принять любой желающий, по большому счету, и свою идею презентовать экспертному сообществу. И в случае, если эта идея действительно, ну, найдет отклик положительный от экспертов, идея и инициатор этой идеи получает возможность попасть в финал. И вот финал этого конкурса мы традиционно в рамках нашего форума организуем. Так же будет и в этом году. Вот совсем недавно состоялся у нас полуфинал, уже есть финалисты. Проходит что-то вроде защиты дипломов, да? Очень похожий формат, да. То есть там презентации, ну, как правило, PowerPoint, где люди очень коротко, сжато рассказывают о сути своей идеи. И потом уже, если идея интересует конкретных экспертов, они отвечают на более детальные вопросы. Так вот, естественно, финалисты этого конкурса, они получают дополнительную потом поддержку от, ну, в том числе и административную, безусловно. Алексей Александрович, интересует участие в форуме молодежи. — Насколько вот лицо вашего, ну, не клиента, а, скажем так, участника форума, насколько это молодые люди, а во-вторых, насколько это коллективы, либо это какие-то талантливые, я не знаю, одиночки со своими проектами? Вот кого больше? — Ну, с точки зрения вообще целевой аудитории мы возрастных каких-то рамок не ставим, а вот если говорить о молодежном предпринимательстве, как, скажем так, ну, одном из сегментов вообще предпринимательства, то мы достаточно активно им занимаемся, большую роль уделяем. И у нас есть целый комплекс мероприятий, нацеленных именно на молодежь. Ну, во-первых, мы очень активно сотрудничаем с нашими вузами с точки зрения именно предпринимательства. Понятно, что при вузах существуют и, ну, соответствующие структуры, и малые инновационные предприятия, в том числе, где задействованы студенты. Мы также, вот я сказал уже про конкурсы бизнес-идей, ну, существуют разные форматы для молодежи, например, федеральный проект, есть такой железный предприниматель, это именно такой формат, ну, деловых игр, где даются какие-то кейсы, и студенты имеют возможность, ну, решая эти кейсы, представить какие-то свои конкретные проекты. Я вот скажу, что на финале в Москве в прошлом году, в 13-м, именно самарская команда победила, которая перед этим отборочный этап по Поволжью выиграла вот как раз на площадке нашего инкубатора. Это команда экономического университета была, вот. Ну, и очень множество других мероприятий, которые именно нацелены на молодежное предпринимательство, потому что мы понимаем, что молодежь – это тот сегмент, который еще, ну, по-хорошему амбициозен и, скажем так, ну, не направляет. Пуган какими-то, вот, знаете, реалиями, не столкнулся еще с негативным опытом. Конечно, у этих людей больше рвения, больше желания, они обучаемы. Скажите, пожалуйста, вот услышал я о программе форума, о его участниках. Насколько сегодня вообще Самара интересна в плане ведения бизнеса и в плане его комфортности, вот о комфортности существования предпринимателя в 63-м регионе? Есть такие рейтинги? Ну, рейтингов на самом деле много, вы, наверное, и сами следите за этими рейтингами. Наверное, сейчас только ленивые их не составляют, то есть есть… Но оценки разные. Оценки абсолютно разные, да. Я сам встречал массу этих рейтингов, скажу так, что Самара занимает абсолютно разные позиции в этих рейтингах, там, начиная вот место в тройке и заканчивая местом там в третьем десятке. Не всегда понятны критерии, по которым оцениваются те или иные рейтинги, но вот мы со своей стороны, конечно, следим за тем, как предпринимательство развивается на фоне других городов, ну, прежде всего, миллионников, да, с кем нас еще, собственно, сравнивать. Могу сказать так, что с точки зрения развития малого и среднего бизнеса, Самара, ну, в пятерке совершенно точно городов-миллионников российских присутствует. Это, если мы коснемся таких основных, да, наверное, критериев, как количество субъектов малого и среднего бизнеса и относительное, и абсолютное, это оборот общий, да, то есть там экономические показатели. Мы, естественно, держим руку на пульсе, общаемся с предпринимателями, проводим всевозможные исследования, в том числе и привлекая какие-то специальные организации, да, которые нам собирают эту аналитику. И видим, что проблемы, безусловно, есть. Проблемы, там, предпринимательского сообщества в чем-то они похожи на общероссийские, в чем-то они там специфические, но, тем не менее, предприниматели, ну, исторически в Самаре достаточно хорошо развиты. — Тогда такой вопрос, вот что делает ваша структура, чтобы конкретно чем поддерживать предпринимателей? Что это, это муниципальные программы, либо это какие-то программы на уровне софинансирования с областью? Вот об этом подробнее. — Ну, в первую очередь, конечно, не могу сказать о нашей программе. В городе действует программа поддержки развития малого и среднего бизнеса, действует она на период с 2013 по 2018 годы. Эта программа предусматривает целый набор инструментов поддержки бизнеса, начиная от, ну, традиционных финансовых форм, да, например, субсидирование процентных ставок по кредитам, взятых предпринимателями, и заканчивая такими формами поддержки, как обучение, экспертиза проектов. — Вот если мы про инновации, допустим, будем говорить, отдельным разделом идет поддержка именно инновационных компаний, инновационных проектов. Совсем недавно, в конце 2013 года по нашей инициативе, совместно с опорой России, с общественной организацией, мы создали инновационный комитет, который, ну, собственно, там есть экспертный совет, который занимается как раз экспертизой инновационных проектов. И вот буквально там за два месяца 2013 года мы успели 40 компаниям, ну, скажем так, оказать серьезную консультационную поддержку. Причем это не просто там советы, да, как, допустим, составить бизнес-план или еще там какие-то прикладные советы, но это и встречи, организация встреч как раз с инвесторами совершенно конкретными, причем и самарскими, и московскими. Это организация деловых миссий, выезжаем вместе с нашими предпринимателями не только по России, но в том числе и в странные, там, ближние в зарубежье, во всяком случае, вот, например, в Казахстан ездили. Вот, это активная информационная поддержка, то есть с использованием всех информационных ресурсов, администрации в том числе. В общем, целый комплекс мероприятий, который нацелен вот именно на взращивание предпринимательства, на создание вот этих условий, потому что, ну, финансовых, скажем так, форм на уровне города может быть не такое разнообразие, да, как на уровне областной программы. Но, тем не менее, мы считаем, что предпринимателями нужно заниматься, ну, не просто там дали им денег, да, и условно там потом, ну, они какой-то отчет принесли и все. С ними нужно заниматься на всех этапах предпринимательской деятельности. У нас, вы знаете, работает муниципальное предприятие «Бизнес-инкубатор», которое на льготных условиях предоставляет в том числе площади, да, со всей необходимой инфраструктурой, с рабочими местами. — Вот вначале вы сказали о субсидировании процентной ставки для предпринимателей. Это чисто наше, вот, ноу-хау, либо это по России так действует тоже, какие-то программы есть в других регионах. И сколько субсидирования? Либо везде по-разному? — Нет, это достаточно традиционная форма поддержки, она не уникальна для нашего города. Если говорить вот о том, насколько она часто встречается в других программах, если говорить об объемах, то суммы, предусмотренные вот на эту форму поддержки, они, ну, из года в год, понятное дело, меняются, но, тем не менее, позволяют нам помогать там, ну, до сотни предпринимателей ежегодно. Это может быть в масштабах миллионного города цифра не столь внушительная, но, тем не менее, это, ну, конкретные предприниматели, которые, скажем так, благодаря вот этой программе компенсировали свои, вот, ну, реальные сдержки. И это, сами понимаете, что для субъекта малого бизнеса, там, каждая копейка на счету, это достаточно серьезная помощь. — А какие сферы поддерживаете вот именно малого предпринимательства? Условно говоря, с чем к вам можно прийти, а с чем нельзя? Что поддерживать не будете? — Ну, как я уже сказал, отдельной строкой идет поддержка инновационных предприятий. Понятно, что что есть инновация, что есть не инновация, это вопрос отдельный, да, там, это экспертное сообщество определяет. Вот, если говорить по таким традиционным видам деятельности, то, в общем-то, вот именно программой у нас не предусмотрено выделение там каких-то отдельных видов деятельности. Мы помогаем и производственникам, мы помогаем и компаниям, которые занимаются обучением, консалтингом, мы помогаем компаниям, которые занимаются какими-то научными разработками, мы помогаем компаниям, которые занимаются торговой деятельностью. — Так что им надо иметь тогда при себе, чтобы заручиться вашей поддержкой? — Ну, как правило, поддержка носит заявительный характер. Да, большинство форм поддержки, естественно, носят заявительный характер, и нужна, прежде всего, инициатива от самих предпринимателей. Но, как минимум, им нужно ознакомиться с нашей программой, то есть, на что они, собственно, могут рассчитывать. Ну, во-первых, наша программа выложена на сайте администрации городского округа Самара, citysamara.ru. Во-вторых, за любыми разъяснениями всегда можно в наш департамент обратиться. Я, наверное, продиктую телефон, пользуясь случаем. Пожалуйста. — 332-28-05. — Еще раз. — Да, 332-28-05. Специалисты нашего департамента всегда помогут разобраться, понимая, что, наверное, не всегда просто найти программу, да, там не все, допустим, как-то ориентируются, вот, в интернете в том числе. Но мы готовы проконсультироваться, в том числе и по телефону, и очно. — Скажите, пожалуйста, ваша поддержка, эта программа, она сколько, насколько она долгосрочна, с какого года действует и по какой? — Ну, данная программа действует с 2013 по 2018 годы, то есть достаточно долгосрочный характер носит. Но я хочу заметить, что эта программа является, скажем так, продолжательницей, да, правоприемницей предыдущей программы, которая действовала в период с 2008 по 2012 годы. То есть история поддержки малого и среднего бизнеса в Самаре достаточно уже такая длительная. Ну, кроме того, наши коллеги из области реализуют свою областную программу, и, в общем-то, ну, скажем так, в Самарской области создано много институтов поддержки и форм поддержки бизнеса. — При желании можно их назвать тепличными, наверное, да? — Ну, тепличными, не знаю, насколько их можно назвать, честно говоря, мне кажется, вообще слово тепличные для бизнеса не совсем правильно, то есть бизнес, он должен быть все-таки построен прежде всего на инициативе, а инициатива, она должна в том числе быть в условиях, ну, такой жесткой конкуренции. — Смотрите, много говорим о поддержке, уже прозвучала из ваших уст фраза, что нет такой задачи, чтобы дать им денег, и потом они отчитались. Все-таки я спрошу о мерах контроля за предпринимателей, насколько это прозрачная система выделения этих грантов, здесь какие могут быть подводные камни? И как вы смотрите за людьми, которые получили, скажем так, муниципальную, либо, ну, про область не спрашиваю, про областную поддержку, а вот про вашу поддержку, что он должен предоставить, какой документ? — Ну, по разным формам поддержки разной системы отчетности, но я могу сказать, что абсолютно все, они, конечно, требуют от получателей этой поддержки каких-то отчетов. То есть, допустим, если мы, скажем, проводим какие-то учебные мероприятия, да, то мы очень внимательно следим за тем, чтобы вот на этих учебных мероприятиях была собрана целевая аудитория, да, чтобы это не просто какие-то студенты были нагнаны. То есть, любое обучение должно быть нацелено именно на субъекты малого и среднего бизнеса. Если мы говорим о финансовой поддержке, как вот там субсидии, то здесь, конечно, ну, еще более жесткий контроль. То есть, во-первых, на этапе заявок существует целый перечень документов, которые предприниматель должен предоставить. Потом мы, там, ну, установлен специальный срок, да, рассматриваем подробный пакет документации, и на этом этапе некоторые отсеиваются уже. Но если все с документами в порядке и субсидии выданы, естественно, потом мы отслеживаем, насколько, скажем так, целевым образом она была израсходована. Вот. Ну, я как бы подробно уж алгоритм рассказывать, естественно, в формате нашей передачи не буду, но могу вас уверить, что контроль достаточно жесткий. Более того, мы регулярно отчитываемся о реализации программы не только внутри администрации, но в том числе и перед депутатами Городской Думы, потому что, ну, во-первых, это бюджетные деньги, а во-вторых, еще раз, мы работаем, ну, не просто ради того, чтобы, там, условно, сделать программу, а ради того, чтобы, собственно, достичь целей этой программы, то есть, ну, оказывать развитие малого и среднего бизнеса в городе. — Ну, среднегодовая сумма на поддержку предпринимательства в Самаре, какова она? — Ну, это порядка 16 миллионов рублей, если говорить, да, цифрами, вот, но эта сумма, естественно, варьируется от года в год. Это, я сказал исключительно про деньги, которые тратит городской бюджет. Есть еще ряд мероприятий, которые проводятся, ну, по софинансированию, да, там, из областного и из федерального бюджета. То есть, с этими суммами итоговая поддержка, она более внушительная. — Скажите, пожалуйста, вот, помимо контроля муниципалитета, депутатов городской думы, самим предпринимателям, вот, сегодня, каким проверкам стоит готовиться? Либо, как вот у нас на федеральном уровне руководство заявляло, не кошмар, не бизнес, собственно говоря, что и сейчас в этом плане, какие-то есть, вот, была установка, что о проверках уведомляют заранее предприниматели? Вот, вы как-то мониторите эту ситуацию? Нет жалоб от какого-то пресса, может быть, ну, структурно-отзорных? — Ну, конечно, мы мониторим эту ситуацию, я могу сказать, что, во-первых, периодически предприниматели обращаются к нам с конкретными вопросами. Вот, допустим, не совсем там ясна процедура, ну, получения разрешительной документации вот по такому-то вопросу. Ну, не будем сейчас конкретизировать, но это, может быть, что угодно. Мы, собственно, с нашими коллегами из этой структуры, да, там, неважно, на федеральном уровне, регионального, как-то связываемся, находим общий язык и устраиваем специальные семинары именно по этой теме, да, куда приглашаем предпринимателей и где непосредственно вот сотрудники, ну, надзорного ведомства дано, да, они подробно объясняют, собственно, процедуру прохождения всех этих проверок, объясняют, на что, какие есть права у предпринимателей, какие обязанности они по законодательству несут и так далее. Кроме того, при главе городского округа действует Совет по развитию предпринимательства на территории города, который заседает с периодичностью раз в квартал, а иногда по мере необходимости и чаще, и любые вот эти острые вопросы, они могут быть вынесены на этот совет, куда также могут быть приглашены, ну, скажем, так профильные подразделения, которые могут дать разъяснение. В этот совет на постоянной основе входят и предприниматели также, в частности, районные общественные советы, да, у нас в каждом районе существует общественный совет предпринимателей, вот как раз их лидеры входят в совет. Ну, то есть, как бы, если у предпринимателя возникают какие-то проблемы и вопросы, его услышат? Его обязательно услышат, самое главное, чтобы действительно он, ну, сумел об этом заявить. Я могу сказать, что очень много острых вопросов в 2013 году в ходе Совета по развитию предпринимательства мы реально обсуждали. То есть, предприниматели регулярно нам говорили, в том числе и по процедуре проверок всевозможных, и по вопросам, связанным с оплатой коммунальных услуг, например, и с вопросами, связанными непосредственно с ведением своего бизнеса. И все это выносилось на совет, все это подробно рассматривалось, и потом, там, если какие-то вопросы до конца не снимались, в рабочем порядке уже, ну, мы вели этих предпринимателей по вот всем непосредственно организациям, которые ответственны за это. Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, вот доля в процентах малого и среднего бизнеса, ну, если возможно, по Самаре и по региону, сегодня сколько составляет вообще в экономике доля? На сегодняшний день доля малого и среднего бизнеса примерно на уровне 40%, это серьезный показатель, если сравнивать с общероссийским, но это, на наш взгляд, недостаточный показатель, если сравнивать с европейскими, там, ну, не с европейскими, вернее, а, скажем так, со странами, ну, которые мы называем развитыми. Мы тоже относим себя к развитой стране, и поэтому, скажем, должны стремиться к тому, чтобы наш валовый, ну, скажем, региональный продукт, если мы про Самарскую область, да, говорим, формировался за счет субъектов малого и среднего бизнеса, ну, хотя бы процентов на 70. Потому что это, естественно, и самозанятость, это и рабочие места для других людей, это и отчисление бюджета разных уровней, ну, и вообще это создание вот такого климата, да, специфического деловой активности, который является зеленым сигналом для инвесторов. Ну, конечно, понятно, что в любом случае бизнес – это всегда деньги, какие бы программы ни были, все равно все упирается в банковский сектор. Вот сейчас, учитывая, ну, скажем так, непростую ситуацию экономическую, вот сейчас, насколько банки региональные, городские, готовы оказывать посильную помощь. И я говорю именно о малом и среднем бизнесе, ну, понятно, что там это не крупные предприятия, вот здесь какие линейки кредитов расширяются ли они, либо наоборот сворачиваются? У банков, во-первых, мы взаимодействуем с банками и с местными, и с федеральными. У нас на базе инкубатора муниципального предприятия существует финансово-аналитический центр, то есть любой предприниматель может обратиться, и мы там подберем для него оптимальную какую-то программу, да, оптимальный продукт банковский. У нас там в базе свыше 30 банков постоянно находятся. Кроме того, совершенно точно знаю, что сейчас очень многие банки, не буду конкретно называть, да, чтобы рекламу не делать, имеют конкретные продукты именно для малого и среднего бизнеса. И кредитные продукты, и продукты там по лизингу и так далее. Вот, в частности, да, возвращаясь к форуму, который у нас 20 февраля стартует, многие банки, в том числе, и свои продукты будут презентовать в рамках форума, поэтому, вот, пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех на наш мероприятие. — Остается у нас полторы минуты эфирного времени. Пожалуйста, если можно, тезисно. Вот мы заговорили уже о бизнес-инкубаторе. Вот текущее состояние дел, сколько резидентов, какой вообще эффект этот проект произвел? — Ну, на сегодняшний день инкубатор на 100% занят, там порядка 27 резидентов. Мы бы с радостью приняли больше, но мощности нам не позволяют, да. Напомню, что у нас сейчас, ну, уже сейчас этап проектно-смертной документации по второй очереди, инкубатор, который будет более производственно ориентированным. Инкубаторы, резиденты инкубатора у нас имеют такой статус в течение трех лет, да, потом мы проводим новый конкурс, и, как правило, у нас заявок очень много, и на конкурсной основе набираем новых, если вкратце. — А очередь какая? В целом по количеству, еще раз. — На сегодняшний день 27 резидентов, это 100% наполнение. — Нет, в очереди стоит, которые еще... — А, в очереди стоит, ну, скажем так, мы как таковую очередь не ведем, то есть по мере высвобождения мы просто объявляем новые конкурсы, собираем заявки. То есть у нас нет вот именно очередности какой-то. Но я вам могу сказать, что еженедельно поступают вот по этому вопросу в инкубатор, ну, до сотни звонков. — До сотни звонков. — Да, еженедельно. — Ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Всего вам доброго, до свидания. — Это была программа «Город С». Обязательно увидимся, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...